Здравствуйте, в эфире программа безопасности и я и ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. У Новосибирца психически больного человека, похоже, пытаются отнять единственное жилье. И суд первой инстанции встал не на сторону собственника квартиры, а в странностях сделки с недвижимостью. Если судить по уголовной хронике в Новосибирске, занятие проституцией совсем не безопасное дело. Больше 20 лет лишения свободы грозит мужчине за убийство девушки и покушение на убийство другой молодой студентки. В Новосибирске впервые в истории пройдет первенство России по самбо среди девушек. Региональная федерация этого вида борьбы организовала спортивные сборы, на которые опять же впервые пригласила команды наших потенциальных соперников по ковру. Чего ждать от нашей сборной на турнире такого высокого уровня? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. У Новосибирца психически больного человека, похоже, пытаются отнять его единственное жилье. Пока нам известны не все подробности, но то, что суд первой инстанции встал не на сторону собственника квартиры, это уже факт. Однако, к счастью, не совсем поздно критической ситуации узнали дальние родственники мужчины, близких у него нет, и подключили грамотных адвокатов к этому делу уже на этапе апелляционного рассмотрения. Мы побывали на первом заседании в Новосибирском областном суде. В Новосибирском областном суде рассматривается апелляционная жалоба на решение Калининского районного суда, которое, по мнению представителей ответчика Катышева и Шуляка, долевых собственников квартиры, лишает одного из них права собственности на эту жилплощадь. Кстати, в зале заседания были только представители, как и статок ответчиков. Эта мутная история началась с того, что при странных обстоятельствах Шуляк якобы продал свою долю в квартире некоему Яковлеву, при этом втайне от второго собственника Катышева. В свою очередь, покупателя Яковлева нисколько не смутило не только наличие второго собственника Катышева, но и наличие обременения на долю Шуляка в квартире. В обеспечении был заключен договор залога на принадлежащему долю. Какую долю? 95 сотых. Ну, почти полностью получается, за исключением 5%. У моего доверителя 5%. Вот появился некто Яковлев, который вроде бы как бы оплатил все эти задолженности и теперь претендует на то, чтобы признать право собственности на 95 сотых квартиры. И следующий шаг, я так предполагаю, будет, что и мой доверитель лишится своих 5% в этом жилом помещении. Калининский районный суд Новосибирска встал на стору Яковлева, даже не приняв во внимание, говорит представитель Егора Владимировича, что его доверитель не знал об этом споре и не проживал по месту регистрации, так как находился в лечебнице. Шуляк Егора Владимирович является инвалидом с детства, является получателем пенсии. Квартира, по которой идет спор, у него единственное жилье. И сейчас предстоит выяснить, в том числе изучив материалы дела, при каких обстоятельствах произошло отчуждение квартиры и каким образом возникли основания для заявления указанного спора к моему доверителю. Потому что фактически очень странно и подозрительное, скажем так, обстоятельство, поскольку продавать единственное жилье, наверное, неслисообразно. Это заседание апелляционного суда не состоялось. Походатайству адвоката оно было перенесено на 1 февраля. И сейчас появилась надежда, говорит представитель психически нездорового Егора Шулика, на то, что Фемида разберется в ситуации и не позволит отнять у больного человека его единственное жилье. Об этом мы обязательно расскажем. В списках самых опасных профессий в мире есть шахтеры, рыбаки, кровельщики, полицейские, журналисты, дальнобойщики, лесорубы и многие другие. А вот древнейшую профессию в таких рейтингах найти не удалось. Хотя, если судить по уголовной хронике, в Новосибирске занятие проституцией совсем не безопасное дело. Больше 20 лет лишения свободы грозит новосибирцу за убийство девушки и покушение на убийство другой молодой студентки. Поражающее своей жестокостью преступление произошло осенью минувшего года в Зайльцовском районе сибирской столицы. И теперь это уголовное дело готовы рассмотреть в суде. Подробности в нашем репортаже. По данным следствия, в ночь на 29 сентября 2017 года, находившись в состоянии алкогольного опьянения, 32-летний житель Новосибирска около 3 часов ночи прибыл в квартиру в одном из домов на улице Залесского областного центра. Там временно проживали три девушки, арендовавшие жилье для занятия проституцией. Своему гостю девушке услуги оказали, но по какой-то причине возникла ссора. У него внезапно возник умысел на их убийство, в результате чего одной из потерпевшей он нанес не менее 14 ударов, имеющимся при себе ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте. Кроме того, у него возник умысел на убийство второй девушки с целью сокрытия первого убийства, в связи с чем он также нанес не менее 15 ударов ножом в области расположения жизненно важных органов потерпевшей. Но девушка осталась жива. После расправы, сказав мужчине, который тоже получал услуги в соседней комнате и вышел на шум, что все в порядке, что он просто убил проституток, обвиняемый из квартиры удалился. Правда, захватив с собой несколько тысяч рублей и сотовый телефон жертвы. Полиция подозреваемого нашла быстро. Вину в совершении преступления обвиняемый не отрицает, действительно подтвердил, что наносил телесные повреждения потерпевшим. Однако истинные мотивы совершенного преступления он не изложил. Была пройдена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него каких-либо нарушений психики. Теперь за совершение наиболее тяжкого из преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. По совокупности преступлений гораздо больше. Но это уже решит суд, куда на днях уйдет это уголовное дело. И пока наш обвиняемый в убийстве сидит в СИЗО и не жалуется, бывший заключенный Новосибирского следственного изолятора номер один подал иск к администрации учреждения. Требует ныне осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима новосибирец, выплатить ему 1 миллион 300 тысяч рублей за якобы отвратительное содержание под стражей. Мы побывали в режимном учреждении, попытались разобраться в том, насколько объективными оказались претензии арестанта. Заявление в суд подала сожительница Александра Силакова, который уже осужден на 19 лет по статье о наркотиках. До этого он больше года, пока шло в следствии судебное разбирательство, содержался в СИЗО номер один. В бумаге указывалось то, что в камерах, где он сидел, было сыро и холодно, в окна дуло, а помещение не проветривалось. Освещение недостаточно, кормили плохо и не всегда три раза в сутки. Помывка тоже оказывалась не на должном уровне, как и смена постельного белья. Плюс ко всему, арестант жаловался на лишение возможности переписки с родственниками. Нам показали эти камеры, в которых сидел Силаков, они и сейчас пользуются популярностью, вот только никто не жалуется на содержание. Есть такая категория спецконтингента, которые регулярно жалуются. И знаете, они выработали свой алгоритм написания жалобы, и, как правило, начинается, да? Все, что можно туда включить, они обязательно включат. Вот я отношу эту жалобу к такому разряду. Начальник СИЗО по каждой претензии, о которой он узнал из интернет-СМИ, так как официальные жалобы, говорит, к нему не поступало, привел свои доводы. Из всего сказанного можно было сделать однозначный вывод о необоснованности заявлений бывшего подопечного. Это же касается и так называемого перелимита, когда в камере содержится людей больше, нежели количество спальных мест. То, что касается перелимита СИЗО номер один, я бы хотел сказать следующее, что с момента ввода в эксплуатацию нового корпуса, следственного изолятора, к нам таких жалоб и обращений не поступало. Примерно такая же ситуация и с тем, что Силакова, больного незлечимым заболеванием, не обследовали и не лечили. В медико-санитарной части, где даже зубы можно бесплатно вылечить, все обвинения опровергли. Причину данной жалобы с многочисленными обвинительными заявлениями СИЗО прекрасно понимают и смело озвучивают. Это деньги, ведь бывший их арестант подал иск на 1 миллион 325 тысяч рублей. Кстати, еще один ныне известный обитатель СИЗО номер один Евгений Чуплинский, обвиняемый в совершении 19 убийств женщин, на содержание не жалуется и с удовольствием читает произведение Рея Брэдбери и изучает французский язык, которому, говорит, тянет с детства. Дороги Новосибирска перестали посыпать при первых же особо низких температурах, что не могло не сказаться на состоянии покрытия. Как оказалось, песко-соляная смесь в такую погоду абсолютно не помогает и даже дает обратный эффект. Соль работает максимум до минус 10 градусов, то, соответственно, а весь песок, который был закуплен для обработки дорог, уже перемешан с солью, то, соответственно, сейчас обрабатывать вот этой самой песко-соляной смесью дороги не имеет смысла. Дороги в морозы можно было бы посыпать просто песком без соли, но такого у муниципалитета нет, рассказывают общественники. Как, впрочем, нет и других вариантов защиты дороги от гололеда в аномальной холода. Есть масса других материалов, есть отсевы, дробления, есть шлаковые какие-то составляющие. Все это используется в виде фрикционных материалов, но у нас этого нет, у нас это не закупалось, у нас, видимо, все-таки не предполагали, что зима будет холодная, и поэтому сразу весь песок замешали с солью. В мэрии заявляют, песок без соли в небольших количествах есть, и им в период морозов будут посыпать те участки, какие смогут. Виктория Козарев с мужем решили отметить сразу несколько семейных юбилеев за границей. С деньгами в качестве подарка помогли дети. Выбрали Таиланд, стали искать гостиницу в интернете, и тут свои услуги предложило турагентство. Все шло хорошо, хотя дата и время вылета несколько раз менялись. И вот супругам сообщила менеджер. Вылет в 3.30 утра, быть в аэропорту гораздо раньше. В итоге самолет улетел без супругов. Менеджер была удивлена, и как решить проблему, поначалу никто не знал. В агентстве не нашли ничего лучшего, как предложить клиентам за свой счет купить другие билеты за 30 тысяч рублей на другую дату. Через два часа мы позвонили, сказали, мы согласны уже, потому что мы так долго ждали этот тур, все-таки с сентября месяца, и поэтому мы уже на это согласились. На что нам через два часа уже сказали, что извините, но билеты уже проданы. Заветный отпуск так и не состоялся, а деньги пока никто и возвращать не собирается. Женщина написала заявление в Роспотребнадзор и готова идти в суд. Что называется «докатились» или точнее «доучились». Школа, где завязывается самая крепкая дружба, вспыхивает первая любовь и открывается целый мир знаний, становится опасным местом пребывания. По России прокатилась волна громких происшествий в образовательных учреждениях, словно сговорившись, подростки из разных регионов страны совершили серию уголовно наказуемых деяний. В нашей области, к счастью, ничего такого не произошло, но к таким ситуациям нужно быть готовыми. А вот степень готовности новосибирских школ как раз оставляет желать лучшего. Об этом говорили на экстренном совещании комиссии по делам несовершеннолетних. По ножовщинам в школах Перми и Челябинской области попытка московского ученика пронести на урок шесть пирочных ножиков поджог и нападение с топором в Улан-Удэ. Стремительность и едва ли не одновременность этих происшествий послужила поводом для экстренных заседаний профильных комиссий в каждом регионе. Новосибирская область не исключение. Только сейчас ведомственные органы обратили внимание на откровенные недостатки системы безопасности в учебных заведениях. Первым делом речь идет об охране. Охрана в образовательных учреждениях осуществляется, как правило, одним, максимум двумя охранниками. Причем эти охранники, ну скажем так, люди достаточно взрослые, то есть за 50 лет. Подавить мятеж и справиться с возможным злоумышленником с такой охраной практически невозможно, считают правоохранители. Но, говорят, законодательство у нас такое, что работу частных охранных организаций в школах можно проверить только раз в три года, не чаще. Да и сама проверка носит формальный характер. Мы проверяем наличие документации и ее соответствии с действующим законодательством. Проверить с выходом на место мы не имеем права. Но федеральный центр требует профилактических мер, поэтому региональное правительство в срочном порядке их придумывает. Особое внимание – это работа охранных предприятий, проведение внеплановых инструктажей, проведение в том числе родительских собраний, классных часов по вопросам безопасности. Меры профилактические и вполне стандартные. Самое главное, считают собравшиеся, уделять больше внимания психологическому состоянию учащихся, чтобы вовремя распознать потенциальную угрозу. Без сомнения, психологическое состояние учащихся будет в прекрасном состоянии. И из любых опасных ситуаций они смогут выйти с честью и достоинством, если подростки будут заниматься спортом, в том числе и самбо. Тем более, что в Новосибирске впервые в истории пройдет первенство России по самбо среди девушек. Как часто в последнее время мы произносим впервые о том, что происходит с этой отечественной борьбой. И данный факт не может не радовать. Новосибирская региональная федерация самбо организовала спортивные сборы перед предстоящими соревнованиями, на которых опять же впервые пригласила команды наших потенциальных соперников по ковру. Мы побывали в зале спортивно-тренировочного комплекса «Олимпийский», где с комфортом разместились борцы и их тренеры. И выяснили, чего можно ждать от нашей сборной на турнире такого высокого уровня. Принимать всероссийские соревнования с одной стороны сложное и ответственное дело. Приедет несколько сотен спортсменов, их тренеров и других сопровождающих лиц, которых необходимо разместить, накормить, обеспечить транспортом и тому подобное. Сам турнир требует четкой организации, грамотного и справедливого судейства. Однако, если говорить о первенстве России по самбо, которая пройдет у нас среди девушек 2000-2001 годов рождения, то принимающая сторона имеет и явную преференцию, а именно сборная региона может быть численно увеличена в два раза. Поэтому в команде Новосибирской области по самбо не 8 спортсменов, как у всех остальных, а 16. И это большой плюс, тем более, что наша сборная оказалась, ну уж, очень молодой. Если анализ делать общий, то у нас совсем молодая команда, процентов, наверное, 70 состоит из 2002 года рождения, а соревнования будут по 2000-2001 году. У нас 2000 девочек вообще нет. Конечно, делать ставку на совсем молодых спортсменок не стоит, однако не это главное. Участие в подобных соревнованиях – это бесценный опыт, который не получить ни на каких тренировках и даже сборах. Кстати, нынешние сборы, которые проходят в спортивно-тренировочном комплексе «Олимпийский», расположенном в Зальцовском бару под Новосибирском, оказались многолюдными и насыщенными. Встаем мы в 7.30, завтрак у нас в 8.45, в 8 у нас зарядка. Мы после завтрака идем в душ, там отдыхаем часик. Потом у нас тренировка в 10, мы после утренней тренировки, у нас сон час до 4. Мы в 4 тренировка у нас после 4, ну после тренировки, то есть вечерней, мы идем на ужин и все. В общем, девушкам особо расслабляться тренеры не дают. Но на то они и сборы, чтобы спортсмены могли отключиться от повседневной жизни и сконцентрироваться исключительно на борьбе. Ну, мне нужно в борьбе именно добавить скорости и уверенности. Ну, что-то пока не очень получается. Ну, я заработаю над этим. Нагрузка тут нормальная, но самочувствие не очень, потому что вес гоняю. И вот из-за этого на тренировках полную силу, очень тяжело выкладываться. Ну, я стараюсь. Переинство России по самбо среди девушек уже совсем скоро. Соревнования пройдут в Центре спортивной подготовки «Заря» 7 и 8 февраля. У нашей сборной еще есть время на этих тренировках набрать хорошую форму. Ну, подтянуть личные технические приемы, моменты. И тактика, тактическое мастерство. Работа на зоне, отыграть оценочку. Тактические задачи, скажем так. На соперников маленько уже знаем, поэтому чуть-чуть модель поединка пытаемся построить. Тактика и еще раз тактика ведения поединка. Задачу обучить этой науке своих подопечных ставят все тренеры нашей сборной. Для этого пригласили и членов сборной России. Они могут поделиться опытом. Бороться со всеми, как бы сказать. Подготовиться там, посмотреть, как они, например, борются. Что-то у них взять, что-то свое дать. По приглашению Новосибирской региональной федерации самбо тренироваться приехали и спортсмены из других регионов. Девушки из Чувашии, из Бийской, Барнаула. Прибыла даже команда из Хабаровска. А из Красноярска самбисты должны еще подъехать. Такого внимания к участникам предстоящих соревнований у нас раньше не замечалось. Очень много времени уделяется. То есть это летние сборы, это сборы непосредственных соревнований. То есть когда собирается вся сборная, подключаются другие спортсмены. То есть раньше такого не было. Результат уже как-то виден? Да. Вот у нас уже была в Владивостоке медаль, которая не ожидалась, можно так сказать. Но как раз после летних сборов. Нынешняя задача перед новосибирскими спортсменками стоит сложной и достижимой не для всех. Взять серебро и золото. Тем самым отобраться в сборную команду России и наперенство мира по самбо. И здесь есть любопытный момент. Ни у кого из наших девушек, даже титулованных, нет опыта выступлений в родном городе, в Новосибирске. Ну вообще, мне кажется, да, родные стены будут помогать все равно. Ну конечно, первый раз непривычно будет выступать в своем городе. Посмотрим, я думаю, поможет. Впрочем, бороться на глазах у своих друзей и близких вполне может добавить и волнение, чувства в схватке абсолютно лишнего. Но все когда-то случается впервые. И проведение переноса России по самбо в Новосибирске – очень даже неплохое начало, или точнее продолжение уверенного курса на развитие этой борьбы в регионе. Легенда мирового бокса. Майк Тайсон говорил, когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет. Смотрите программу безопасности на канале НСК-49 и оставайтесь сильными в любой ситуации. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!